Всем огромный привет, с вами снова Виолетта Маурер или просто Ви И сегодня на моем канале будет разбор и профилей, ура! Их не было очень и очень давно, я знаю, что вы любите такое видео Поэтому давайте не поскупимся и поставим большой, огроменный пальтище вверх Подпишешься на мой канал, если ты еще только зашел или зашла Давайте попробуем, потому что вы потом забудете И, кстати, не забудьте на колокольчик нажать, потому что тогда вы сможете получать уведомления о моих видео В принципе, я думаю, что вы все это сделали Ну, я могу вам дать несколько секунд Сделали, надеюсь? Все, я вас всех люблю, давайте уже поедем Я сразу вам скажу, что у меня уже вышло много-много роликов на тему Инстаграма Поэтому вы можете перейти и посмотреть плейлист после этого видео И также предыдущие ролики с разборами, они, честно, были не очень конструктивными Потому что я просто брала Инстаграм и первый взгляд, все, что я видела, я говорила Сейчас я немножко сделала другой подход Я выписала такие вещи, которые не банальные Чтобы не повторялись моменты, что тебе нужно просто идею поменять, тебе нужно качество фото изменить Что-то более глубокое и то, что может быть полезно вам, если вы уже давно ведете блог Предупреждаю, это лично мое мнение, все, что я говорю Я не эксперт Я просто делюсь своим мнением, потому что вы меня об этом просите И те люди, которые просят, они готовы к критике Кстати, у меня совсем скоро выйдет курс Там будет то, как правильно медитировать И то, как правильно ставить цели И будет в комплекте еще блокнот к нему Следите обязательно за новостями в моем Инстаграме Там все новиночки, самые первые новости там Так что, если вы захотите первым пройти курс или купить блокнот ежедневник То вы будете счастливее первым Подписывайся, подписывайся Итак, начнем с первого Инстаграма, который я выбрала С первого взгляда вы можете сказать, что да, у нее мало подписчиков Но на самом деле профиль довольно интересный Идем в сториз и... молодцы Если честно, я вам сейчас искренне скажу Сегодня испытала такие необычные эмоции, двоякие Потому что я просмотрела очень много профилей, когда выбирала их на это видео Я увидела много вещей, которые я сама делаю в Инстаграме С одной стороны, вы меня копируете И это не очень хорошо Но с другой стороны, вы меня копируете И значит, я делаю все правильно Значит, вы обучаетесь, становитесь лучше Когда я зашла на сториз, я увидела, что у нее ссылка на фотку есть А об этом я говорила в самом последнем видео Это круто Ее Инстаграм здесь выглядит довольно четко, довольно красиво Но как делать хорошее фото? Советы Это полезно Ставим лайк Идем дальше Полезные приложения Треки Приложения Идеи С одной стороны, я должна была сказать Вау, молодец Ты делаешь посты на темы, которые будут полезны подписчикам Но здесь должна быть грань В целом, очень это интересно Но попробую чередовать, допустим Один пост о лайфхаках Дальше в пост можно просто картиночка Я видела, у тебя есть фотки, где просто без надписи Окей, такое возможно Но только там раз в 4 поста Раз в 5 постов Следующий пост Свои мысли какие-то Также для тебя очень классная идея будет Здесь ты пишешь и делишься своими идеями для фото Попробуй в карусель Что такое карусель? Если вы не знаете, могу вам рассказать, как это сделать Нажимаете на плюсик Нажимаете на фото, которое вы хотите выставить Вот это фото вы хотите выставить Вы его делаете, размер, который вам нужен И вот здесь видите, посерединке Самая правая кнопочка Вы нажимаете на нее И вы можете в карусель добавлять еще какое-то фото И видео также можете добавлять Наглядно показывай то, какие идеи ты предлагаешь У фонтана Выложи фото у фонтана С попкорном Выложи фото с попкорном Так будет намного интереснее и прикольнее Я тебя уверяю Еще какую я вещь заметила Очень сильно паришься с накруткой лайков На этом фото может быть 240 лайков На этом 315 А на, в принципе, да, разница небольшая в днях 75 То есть если вы еще накручиваете лайки Я не говорю, что это плохо, да Я говорю, что делай это беспалевно Если ты ее такой делаешь Но, друзья, не сводитесь на синевой бан Многие говорят, что его нет Но я протестировала И я на себе убедилась, что он есть Я накрутила по 2000 лайков на несколько своих фотографий Я сам искренне, мне не сложно это рассказать Мой аккаунт заблокировали Я не смогла пользоваться хэштегами У меня не отображалось ни одно фото по хэштегам И люди прекратили видеть мой аккаунт в актуальном в их ленте Так что не злоупотребляйте этим Есть много постов, которые у тебя не очень удобно читать То есть большой-большой текст Вроде пишешь классные мысли, если сама пишешь Но тяжело читать Используй пробел Я оставлю ссылку на пробел Который вы можете вставлять в свои посты И делать так, чтобы были пробелы Или капсулки между вашими абзацами Это будет как визуально красиво смотреться Так и людям будет легче читать Люди готовы читать информацию Большую, разбитую по маленьким блокам Более лояльнее, чем большой блок информации Мне кажется, что это сложно И это не то, что люди ленивые Это так устроен мозг Поэтому используйте мозг грамотно Идем дальше И следующая девушка, которая мне попалась Это Елизавета Костылева В прошлых видео профили моих подписчиков намного улучшились И это прям круто Надеюсь, что в этом есть частичная моя заслуга Профиль смотрится очень красиво В одном стиле Ну, видимо, используя, да, пресет где-нибудь в лейтруме Я даже подписалась на нее Мне понравился профиль Она действительно дает какие-то полезные советы Да, там, вакуум, да, стакан воды Я думаю, плюсы и так каждый человек может для себя увидеть Давайте остановимся на минусах У тебя нет индивидуальности какой-то и фишки То есть твой профиль, он классный Но он шаблонный Это я уже отталкиваюсь от того, что ты понимаешь Что ты на определенном уровне достигла уже чего-то, да Я тебя бы не запомнила Почему бы я тебя не запомнила? Да потому что каждый второй делает это Ну, я имею ввиду не из всех людей Я имею ввиду из тех людей, которые прописывают свои успехи там Делают вакуум Каждый второй это снимает на видео и делает таким же образом Мой профиль можно запомнить тем, что я всегда какая-то крейзи И у меня часто между предложениями вступить в мою команду Вылетают какие-то ролики, где я попой там танцую, где-то еще танцую Какие-то вот такие вот крейзи видео, да Этим может быть я цепляю У тебя все такое, ну лайте Единственное, что бы я тебе рекомендовала Добавь индивидуальности какую-то фишку Поищи и начни рекламировать свой профиль Я сама откладываю уже рекламу своего блога 3 месяца Потому что пока ты его подготовишь на 100% Пока ты будешь уверен в нем Пройдет не так уж и мало времени Поэтому если вы думаете, что вот у меня были бы деньги Я бы стал крутым и у меня было бы много подписчиков Нифига Посчитайте Нам нужно следить за контентом в ежедневном Классное описание, классные сторис Вы должны взять классные макеты Вы должны еще дописаться до блогера Которого вы хотите взять рекламу, понимаете? А это не так просто Итак, следующий профиль это Анастасия Павлова Она написала, что... Я почему это читаю? Потому что это очень часто задаваемый вопрос Или комментарий Поэтому я хочу на него ответить Не знаю, о чем писать конкретно Если честно, хочешь ты писать в своей жизни Получать ответы аудитории, общаться Давайте начнем с первого Ну честно скажу, у тебя профиль не очень классный Ну мало тебя на фото Фото какие-то серые, да, тусклые Не хочется на них как-то кликнуть И у тебя толком-то и нет постов Я почему взяла этот профиль? Потому что обычно люди, которые говорят У меня что-то не получается, не знаю, на какую тему писать Вы даже не пробовали Вы тратите время на то, чтобы написать небольшой комментарий Что вы не знаете о чем Да потратите это время Сядьте, отключите из всего мира И подумайте, о чем вы хотели написать Составьте список План Темы, рубрики Проанализируйте другие инстаграмы Ну ребят, ну серьезно Мне даже сказать нечего А последнее то, что ты написала, да Это Мое окружение считает, что ведение личного блока Это глупость в отличие от бизнеса Какая разница Ну и что Ну считаю это не так Это звучит как отмазка Отмазка то, что тебе лень И ты отмазываешься Ну там окружение еще И я не знаю, на что писать Посмотри серию моих роликов про инстаграм И возможно тебе они помогут Но действительно Сделай какой-то первый шаг Хотя бы Следующий профиль, на который я зашла Я бы хотела сказать, что Опять же Все вроде бы нормально И есть посты И есть сторис И есть актуальная Но оно выполнено в таком стиле Как-то сказать, доисторическом Ну как будто бы Нет общего стиля аккаунта Даже не в том смысле Что одного пресета Да, или чего-то еще А много какой-то личной жизни Которая в принципе Пока не особо будет интересна людям Потому что Ты не звезда И я не звезда И я стараюсь по минимуму Выкладывать своей личной жизни Потому что она интересна Только моей аудитории Да, я вижу, что ты даешь полезность Вот в этих постах Но подумай все-таки О каком-то стиле Найди профили, которые тебе нравятся И попробуй скопировать Их стили Потому что Ну, мне не нравится Обработка Визуальный профиль Хочется из него выйти Это я просто опускаю плюс Последний профиль О котором бы я хотела вам рассказать Я в нем Залипила несколько минут Так что, возможно Это для нее даже будет реклама Это профиль Вот Забарева Точка Руи Кстати Прикольная идея Для Ника Единственное, что бы я тебе советовала Это Может быть С цветом поработать И делать не таким темным инстаграм Но в целом У нее очень полезные stories Интересно написано Она говорит Да, там И о медитации И о спорте И то, что сейчас Всем полезно Я начала Влипать на ее посты Потому что Они о ее жизни Но не так, что Просто я там Вышла из дома И ла-ля-ля Она историю Свою жизнь Она преподносит Так же, как и я Я это делаю в своем блоге То есть Делюсь своим опытом И на основе этого опыта Даю советы Если говорить о минусах У нее Такая же фишка Как и у меня Очень много разных тем Какой я тебе сейчас даю совет Это начать рекламироваться Но Выпиши сама для себя Конкретно Три хотя бы темы основных И делай на них Основные свои посты Ну и добавляй жизни Потому что Действительно профиль интересный Но конкретно Я не понимаю, о чем он Он обо всем Полезно Круто Красиво Но как бы и Конкретно ни о чем Вроде есть и об отношениях Мужчина и женщина Вроде есть о спорте Вроде есть о деньгах Так же, как у меня То есть Брат Я с этой проблемой тоже борюсь Друзья, но не расходимся И я вновь Вам хочу рассказать О том, чтобы вы не забывали Что я разбираю профили Так же платно Только не в таком формате Действительно Когда я работаю с человеком Напрямую Я в течение недели Каждый день с ним Выхожу на связь Мы редактируем Описание Фото Подбираем Обработку Подбираем Какие темы писать лучше Я подсказываю Как Кого брать рекламу Как рекламироваться лучше Чтобы заходило И много-много Полезных советов Которых Вы не увидите в инстаграме И на ютубе Поэтому, если вам интересно Обязательно Переходите в описание И там будет ссылка На то Как будет проходить обучение Это, естественно, платно Не забывайте подписаться На мой инстаграм И на канал Да И оставляйте комментарии внизу Какой из профилей Вам понравился больше всего Так же оставляйте Делитесь своими профилями Обменивайтесь Общайтесь Я буду очень рада И периодически Читать буду ваши комментарии Всех люблю Всех целую И Пока-пока